Приветствую вас, вам бы для начала из созависимых отношений бы выйти, вам бы для начала научиться личную ответственность за себя предпринимать, вам бы для начала понять, как вы попали в такие созависимые отношения и почему они, эти созависимые отношения с мужем-манипулятором стали для вас возможны и реальны, с чем это вообще, говоря, связано, а уже после этого что-то решат. Вот вы ей пишите, решил уйти от мужа в очередной раз надеюсь окончательно, все изменилось. Вы пишите, сделать это трудно, по причине отсутствия стабильного дохода наличие детей мужем-манипулятора, переверзанного на отцисса и абьюзера. Зачиталась книга вот и умничка. Ну смотрите, отсутствие стабильного дохода исключительно ваша ответственность. У вас почему-то нет стабильного дохода, у вас почему-то нет, я так полагаю, профессии, которые бы вы реализовывались. Что касается наличия детей мужа-нарсисса и абьюзера, то тут вопрос, почему вы выбрали этого мужчину и почему вы выбрали завестить на детей. Без проработки этих моментов вряд ли вы сможете дальше двигаться по жизни. Далее, на самом деле вопрос серьезный, решил сделать так, оставить ему двух детей десять и девять лет не бросить, а оставить детей с папой на время. Я думаю, что здесь у вас есть чувство вины. И это чувство вины, образующееся благодаря невыраженной агрессии вашему мужу и вероятно кому-то еще, мешает вам принять правильное решение. Хотя для детей в любом случае это решение будет верно. И даже огрызающийся отец в новых сторону лучше, чем огрызающиеся друг на друга родители. Но вы в этом сомневаетесь из-за чувства вины. Из-за того, что вам кажется, что вы своих детей бросаете. И вот очень важный вопрос, на мой взгляд, а почему вам кажется, что вы своих детей бросаете? Не потому ли, что вы сами боитесь бросить? Не потому ли, что вам это чувство знакомо? Ну, может быть и почему-то еще. Так или иначе, очень важно понять, откуда у вас вот эта мысль, что вы их бросаете. И такая потребность, условно говоря, потребность себя оправдать, что ли. То есть, если человек оправдывает, значит, он уже все виноват. Опциональные причины, приличное жилье у папы, по сравнению с моим, стабильная работа. Отлучив их мужа. И что? Почему не берут детей? Во-первых, он будет манипулировать и всячески преследовать. Нас так уже было. Ну, преследование пресекается, опять же, при условии наличия не жертвенного, а ответственного поведения. Преследование пресекается. И решается через суд. На четвертой стороне для детей это более спокойно. Возможно для детей более спокойно. Но раз это менее жертвы не делает. Во-вторых, по плану он не справится с детьми. Либо они захотят ко мне и мышь, в самом ходе, через время, тем самым не будет преследования о цели добрать детей, если будет справляться. Если будет справляться только с помощью мамы, а значит, могу пойти в суд и заявить, что отец не занимается детьми и дети по суду вернутся ко мне. А что в таком случае мешает мужу опять начать проследовать вас? Как бы. Опять же, если желание детей для него закон, то есть, если вот он их отдаст, при условии, что они попросят, что мешает детям сейчас им сказать, что мы хотим, что самое останется. Непонятно. То есть, тут какая-то игра, вы пытаетесь манипуляться и ответить на манипуляцию, и в итоге, в итоге получается что-то странное. Разводиться он категорически не хочет. Ну, если вы хотите развиться, а он нет, то вас все равно разведут. Через время, но разведут. Мое решение основано на резких причинах, связанных с насилием по отношению ко мне. Какого рода насилие? Если физическим, то на физическим насилием, то это можно и в милицию обратиться, то есть в полицию, если это насилие психологическое, с этим можно работать. Не бросаю ли я детей по факту? Нет, не бросаю. И как они могут воспринять это? Воспримет болезненно, но сейчас уже не в том возрасте, когда они вас забудут. Я им говорил, что если я не буду жить с вами, то не бросаю вас, я рядом и всегда буду любить, пытаюсь донести, что любим их и будем любить независимо от чего. Ну, здесь опять же ощущение, что вы испытываете чувство вины и дети чувствуют только это, что вы виноватите себе. Не бросаю ли я их на образуру? Папа теперь может на них огрызаться. Ну, как я уже сказал, отыгрываться. Как я уже сказал, не бросают. Вообще, правильный ли может быть ход моих детей вложить в ситуацию, или это бред? Правильных решений здесь нет. Я полагаю, что вы хотите от нас в какой-то оценке, но это всего лишь подчеркивает тот факт, что вы не уверены в себе. Так что решение принимаете вы, жизнь, ваши дети, ваш муж, ваш, поэтому вам нужно просто помочь принять наиболее созвучное вам решение. Вот. Сомнения, они будут всегда. Вопрос в том, насколько громко они звучат. Так что, такая вот история. Если найдется ответ, хотел бы на один вопрос, буду представить. Следите на строку. Тяжело решить все окончательно, без поворот, но по выше указанным причинам. Как я уже сказал, вам тяжело решить все окончательно не потому, что вы провели ваши указаны за причиной, а также находитесь в созависимых отношениях в позиции жертвы. Вот. Всё. По сути. Понимаете? Я не читал всю вашу тему, вот, но увидел, что вы написали, что он, ваш муж, не здоровый, психический диагноз поставлен мной. Это, это демагогия дует, и как бы вы, сколько вы с ним не жили, вы не врач, чтобы ставить диагноз, поэтому тут же вы свою компетенцию, явно, при, ну, при, так сказать, слово вылетает из головы, свою компетенцию переходите. То есть, это не в вашей компетенции ставить диагнозы к человеку. Ну, вы можете, как бы, обратиться, допустим, в тот же суд и сможете высказать подавление психическим здоровьем вашего мужа. Вот, тогда будет проведена экспертиза и, соответственно, будут выявлены, будет выявлено, правда ли или нет, то, что вы о нём думаете. Но самостоятельно, без медицинского, клинического, психиатрического образования, вы не можете ставить диагноз, лучше, опять же, этим не занимаетесь. И вот, смотрите, вы, вроде бы, ставите диагноз человеку, да, но в то же время забываете о себе. Тут и есть подвижная жертва жертва, она живёт эмоциями, чувствами других людей, но не живёт своими. Понимаете, какая штука. Поэтому, я говорю, почитайте в интернете про тренировок Карпмана, и вы, я полагаю, всё вам для себя достаточно быстро поймёте. Вам нужно не о мощи думать, даже не одеться, а о себе самой. Только вы приведёте себя в гармонии, сразу всё остальное будет приходить в гармонию тоже. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам удачи и всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok